Вот все, что они смогли сделать за эту неделю, все решения, которые они приняли за эту неделю, они здесь, соответственно, публикуют. Хотя нам говорят, что мы каким-то идем путем предупреждения ситуации. Вообще первое решение начали появляться 6 марта. Это вообще самое первое. Помощь всем предпринимателям, то есть отсрочка аренды. Нет, выплачивайте эту сумму в дальнейшем. А из каких денег вы будете это выплачивать? Помню. То есть это просто меры принятые, но не действующие. 65 лет и выше, то есть опять-таки не для основной массы населения. И все, это те решения, которые принимает правительство Российской Федерации. Факты и принятые решения указаны здесь. Читайте основные документы, понимайте, какие решения принимаются, и дальше на основании этого выносите свое решение. Друзья, всем привет! Что? Я хотел записать изначальное видео по поводу обращения президента второго. и, соответственно, разбора тех принятых мер. Но, честно говоря, после того, как я услышал это послание, меня не хватило, сразу могу сказать, по эмоциям для того, чтобы продолжить разговор. И я сказал, что я отдельно запишу. Поэтому, кому интересно, кстати, видео по поводу второго обращения Владимира Владимировича Путина к гражданам Российской Федерации, да, можно посмотреть здесь, я ссылочку оставлю. Ну, а сейчас вот то, что я обещал, в принципе, давайте разберем информацию по поводу того, а где можно на самом деле в Российской Федерации черпать информацию, именно информация от первого источника. Потому что все остальное сейчас, то, что происходит там по новостям, про какие-то там ток-шоу, это вот абсолютно там куча разной информации, зачастую прям с точностью, да, наоборот, противоположной. Один говорит, что там все жесткий карантин, другой говорит, что на самом деле никакого карантина нет, что это выходные. Действительно, потому что всегда главное смотреть, как это юридически, какая мера принята и что нужно делать. А это можно смотреть, если кто из вас не знает, у правительства Российской Федерации есть сайт. И вот на этом сайте правительства Российской Федерации выкладывают как раз всю информацию о том, какие меры принимаются, то есть какие заседания проводятся и что происходит. На главной странице вы можете посмотреть, и советую каждому из вас посмотреть, чтобы не было вот этих каких-то домыслов, там еще чего-то о том, что принято, что не принято, какие налоги, какие отсрочки, особенно по бизнесу и так далее. Я здесь уже много интересного почитал и понимаю то, что сейчас говорится по телевидению. Зачастую это говорится вот шапка названия закона, но не разжевывается ее суть. А когда ты читаешь суть, зачастую шапка-то и не выдерживает никакой критики, потому что есть там меры, допустим, я сейчас покажу вам чуть похоже. Давайте я вам покажу, где это смотреть. Во-первых, отдельный сейчас блок выделен, это меры правительства по предварительству и распространению коронавирусной инфекции. И здесь есть еще в том числе подпункты, то есть меры по борьбе и поддержке экономики, меры защиты здоровья и запаски граждан, родителям, школьникам, учащим, студентам. То есть каждый из вас может посмотреть тот пункт, особенно который вас интересует. Если мы сейчас заходим, допустим, вот в том числе там, допустим, условия труда поддержки работодателей и работников. Давайте зайдем сюда. И вот здесь, соответственно, отдельно есть документы и события, то есть это уже которые документы должны были быть приняты по этой ситуации, а также ключевые решения. И здесь есть вся информация, да, то есть когда это... Вот, и мы, кстати, видим, что вообще, в принципе, только по поводу этого блока, да, то есть поддержки там предпринимателей, вообще первые решения начали появляться 6 марта. Это вообще самые первые. Но, и здесь вы смотрите, то есть первое решение это было просто приостановление пропуска через границу, потом было 12 марта, опять-таки, приостановление пропуска через границу, ну, взглавление совета, решение о временном ограничении въезда, опять-таки. Вот, первая мера поддержки была, это 11,8 миллиардов рублей выделены из резервного фонда на финансовую поддержку медицинских работников. Окей, это на медицину. Дальше, утверждены временные правила оформления листков, нетрудоспособности, опять-таки, в случае карантина. Карантин не ведем в стране, напомню. То есть это просто мера принятая, но не действующая. Дальше, направлены в срочке по уплате налогов, страховый взнос на счет налогоплательщиков, сносящих к отраслям туризма и авиаперевозок. То есть, да, вот здесь есть, но это только относящиеся к конкретным двум отраслям. Это туризм и авиаперевозка. То есть все остальное сюда не входит, то есть решение не принято. Дальше, и надо еще, если вы почитаете, еще какие меры приняты, вот их здесь можно будет посмотреть. Дальше, опять-таки, установлен взнос операторов. Это уже 19 марта. Отсрочка по уплате налогов, страховый взнос на налогоплательщики, спорт и культура. Вот добавилось, спорт и культуры. Дальше, для субъектов установлен возможности временной отсрочки арендных платежей. Я читал, вот как раз я говорил, я читал этот пункт, и вроде бы звучит, да, что для субъектов малой и средней предпринимательской в основном возможность, во-первых, звучит слово «возможность», а не отсрочка арендных платежей временной. Но, зайдя сюда, вы там почитаете, что... Давайте покажу как раз. Здесь справка, документ, и если уже будете читать сам документ, вот этот вот, то... Да, вот здесь уже открою его. Вот. И вот в этом документе уже, представьте, то, что конкретно принято. А принято здесь в следующем, что это касается только тех предпринимателей, бизнесменов и так далее, кто арендует площади, то есть муниципальные площади, то есть фактически у государства. Получается, тех, кто арендует у какого-то другого, ну, там, бизнесмена, там, да, или владельца собственности, это вот уже вообще здесь не работает. Но даже в этом случае это просто отсрочка. То есть это означает, что, например, вы сейчас там полгода можете получить отсрочку, но это будет просто копиться сумма. Если у вас производство там или предприятие не работает, то вы не получаете сейчас доход. Да, сумма там копится, вы доход не получаете, и потом, когда эта отсрочка закончится, вам нужно будет выплачивать эту сумму в дальнейшем. А из каких денег вы будете это выплачивать? Это первый момент. Второй момент, что, во-первых, это только возможность, вам могут еще и отказать, да, на основании чего-либо. Вот, и так далее. То есть здесь много вещей, которые здесь прописаны, но вот именно уже понимая о том, как это работает и какие условия здесь конкретно прописаны, это явно не относится к тому, что как это заявлено на сайте изначально, да, что это фактически для субъектов малого и среднего предпринимательства, отсрочка, и как это по телевидению сейчас в том числе дается информация о том, что вот принято решение в помощь всем предпринимателям, то есть отсрочка аренды. Нет, то есть это очень-очень узкий круг людей, да, то есть еще с кучей-кучей-кучей прописанных нюансов, в каком случае это работает, в каком нет. Так вот, чтобы не было именно каких-то там выдумок, еще чего-то, вот смотрите все здесь, это все, что приняло за это время правительства. И уже прошла неделя даже, так сказать, выходных, да, то есть когда уж вообще жестко там была информация, ну и ситуация там уже у людей, они столкнулись с тем, что им надо чем-то платить за оплату и нечем. Так вот, идем дальше. Обо повод аренды, а после этого у нас было применение штрафных санкций, план просто перечень мероприятий, но это никакие решения, это просто план. И утверждены временные правила оформления сопротивленности для людей с 65 лет и выше, то есть опять-таки не для основной массы населения. И все. То есть вот все меры, которые приняло решение, правительство точнее приняло за все это время. Напомню, что началось это только навсего с 6 марта, и всего-навсего за это время, вот особенно в последней неделе, вообще практически никаких решений не было принято ключевым. Где это можно смотреть, больше я не знаю. То есть это центральный сайт, это те решения, которые принимают правительство Российской Федерации. И здесь конкретно, вот в этом моменте, да, то есть мы смотрим, что это было по поводу как раз поддержания мелкого и среднего бизнеса, да, вот условия труда, поддержки работодателей и работников. И практически никаких решений нет. Все остальное это просто обсуждение, это все это бла-бла-бла, не более того. Вот все решения, которые есть, они здесь, и их здесь практически нет. Это опять-таки к сожалению, еще раз говорю, ребята, и поэтому просьба такая, смотрите всегда информацию в первоисточнике. Первоисточником является сайт правительства. Вот все, что они смогли сделать за эту неделю, все решения, которые они приняли за эту неделю, они здесь соответственно публикуют. Не надо ничего выдумывать. Заходите, выбираете то, что вас касается и смотрите. Вот предпринимаете, допустим, опять-таки торговлю, промышленность. Давайте посмотрим, что здесь. Ключевые решения. Давайте посмотрим, когда опять-таки начали принимать какие-то решения. А вообще начали аж с 14 марта до 14 марта. Хотя нам говорят, что мы каким-то идем путем предупреждения ситуации. Мы что, до 14 марта не знали, что в мире такая ситуация происходит? Да во многих странах уже был карантин введен, и уже выделялись меры в поддержку предпринимательства. Мы только 14 марта вообще начали об этом думать. Получается, вот согласно сайта правительства Российской Федерации. И что мы с этого момента получили? Уплата налогов туризма. То это все те же самые меры, потому что мы сейчас только что читали. Они просто здесь продублируются, смотрите. Возможно, на аренах платежей мы читали уже сейчас только что в этот момент. Опять-таки штрафы. Вот перечень товаров первой необходимости. Это утверждение, я так понимаю, что это для тех магазинов, которые сейчас торгуют. То есть, если они торгуют товарами первой необходимости, они могут работать. Если не торгуют, то не могут. И да, и все. Вот все, по сути, все меры. Идем в следующий раздел, который может нас в первую очередь касаться основной массы. Налоги, платежи, кредиты. Это то, что как раз было тоже озвучено. И давайте посмотрим. Потому что одно дело озвучить меры, которые планируются принять. И вот те меры, которые именно реально приняты. Вот те, которые реально приняты, они здесь указаны. Когда начали? Опять 14 марта начали только об этом думать. Все то же самое. 11,8 миллиардов рублей заявленных. Это означает только на медицинских работников. Это правильно, это должно было быть. Но больше никого это не касается. По уплате налогов, налогоплательщиков, опять-таки, только к туризму и перевозке. Опять-таки, не всех, а только вот двух направлений. И потом еще спорт и туризм, спорт и культура. То есть, у нас сейчас получается 4 направления, по которым принято это решение. По отсрочке налогов. А по всем остальным нет. Дальше. Возможно, это опять время платежи по аренде. Опять-таки, штрафные санкции. И опять-таки, первичинных мероприятий здесь. И все. И больше ничего нет, опять-таки. То есть, по факту, вот что мы видим. Заявление президента. Я уже разбирал, да, о том, что там все меры, которые были практически указаны, они никакого отношения к коронавирусу не имеют. В том числе, там, и определенные налоги, которые были введены, они никакого отношения к коронавирусу не имеют. Вот. Те меры, которые озвучены сейчас были, что они планируются приниматься там в плане там помощи предпринимателям, выделения там денег, отстрочки по налогам и все остальное. Это планы. Факты и принятые решения указаны здесь. Здесь пока фактов практически нет. Это вот то, что реальная ситуация. Я надеюсь, что в ближайшее время это появится. Тем более, что аж на 4 недели еще дополнительно легла сейчас нагрузка на предприятие выплачивать зарплаты работникам, непонятно из каких денег. Вот где здесь решение, что всем, кто попадает под эту ситуацию, что он приостанавливает свою деятельность и должен выплачивать, соответственно, своим работникам, государство, к примеру, там, вот, уже принятое законным правительством, компенсирует там такой-то процент от заработной платы. Окей, он может быть разным. Но где вот это решение? То есть, где, как людям понять сейчас, то есть, сколько они должны платить, из каких денег они должны платить и так далее. Где, допустим, меры по компенсации по арендным платежам тем, кто арендует сейчас не у муниципального, то есть, не муниципальную, допустим, там, собственность, а именно коммерческую собственность. Как там будет компенсироваться людям? То есть, они сейчас вынуждены платить, никаких отсрочек, им там точно никто никто давать не будет. То есть, кто в этом случае будет компенсировать и так далее так далее так далее где все эти меры которые здесь написаны где конкретное выделение четкой адресной помощи сколько денег какому человеку в каком случае будет выделено я уже что в штатах это допустим жестко все прописано сейчас и каждый день практически выступает президент соединенных штатов где он выступает во первых не в качестве человека просто режима налога что-то сказал по телевидению нет он выступает перед людьми он выступает перед прессой в том что отвечает на неудобные вопросы но это он делает ежедневно и видно что да какие-то меры уже может быть изначально принятые неправильно которые не сработали они уже сейчас проанализированы и они уже меняются принимаются новые решения и ты понимаешь что да видно что есть руководитель стране он в курсе всех дел он постоянно как бы на выступает даже не сам зачастую да а еще и с помощью тех людей которые ответственны за каждый там сектор экономики там либо там в принятии каких-то решений и ты понимаешь что да он с ними постоянно контактирует он берет у них информацию и на каждом на каждой отрасли да и стоит свой специалист и то есть это видно к сожалению в россии на следующий день такого нет я просто сейчас сравниваю да вот просто сам абсолютно непредвзятое они не хочется никого хвалить кого-то ругать и так далее вот к сожалению просто сейчас показывает практика что я не вижу то это же самой ситуации хотя бы десятой доли того что происходит допустим других странах как принимается это россии все пока только это слова и но реально это захочешь начинаешь читать документы ты не находишь ничего вот вот как сейчас да то есть поэтому ребята если вдруг вы знаете какой-то другой источник информации именно реальный не бла-бла-бла по телевидению там кто-то сказал какой-то ведущий вещь это все на самом деле выдумки каждого человека и в стране существует закон стране существуют конкретные документы регулирующие тот или иной вид деятельности или те или иные решения так вот если вы знаете какой-то другой еще источник который может быть я не нашел сообщите его пожалуйста в комментариях что это за источник и где можно посмотреть тогда эти документы потому что на сайте правительства вот этот это является первым источником но к сожалению здесь пока очень мало документов и очень мало решений принятых именно по ситуации с коронавирусом из текущей ситуации по вот этим выходным дням что все наверное все что мог сказать единственное повторюсь ребята всегда старайтесь искать информацию первого источника используйте основные действительно именно ресурсы которые являются официальными да то есть это не выдумки это именно та информация здесь нечего выдумывать вот и заходите читаете документы понимать какие решения были приняты все чтобы основное кто бы вам что не говорил это просто его личное мнение не имеющие отношения к действительности никакого то есть поэтому читайте основные документы понимаете какие решения принимаются и дальше на основании этого выносить свои решения сейчас правительство справляется со своими функциями Сейчас те миры, которые принимаются, они нормальные, они реальные, они действительно помогут или это просто вот вид деятельности какой-то там, да, создание видимости. То есть вот тут вы можете действительно оценить, как сейчас страна выходит из этой ситуации. Вот эта ситуация вообще в мире с коронавирусом, на мой взгляд, является действительно очень хорошим таким маркером, как каждая страна справляется с этой ситуацией. То есть как в каждой стране устроена именно система управления, как она, страна, может быстро перестроиться в текущей ситуации, принять правильное решение и выйти с минимальными потерями. Вот сейчас это четко видно, да, по каждой стране, как себя ведет Китай, как ведет себя Соединенные Штаты, как ведут себя, допустим, там, европейские страны, Россия и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот сейчас это все очень видно и все стоит на свои места, где реально есть управление, а где больше бла-бла-бла и на самом деле ничего нет. Что ж, берегите себя, реально, вот честно говоря, переживаю за каждого из вас, и за себя в том числе, за своих близких, поэтому берегите себя, своих близких, оставайтесь всегда здоровыми, все будет хорошо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok